Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о услуге, которую предоставляет Белтелеком под названием Умный Дом. В этом видео я вам покажу стандартный комплект, что в него входит, как он настраивается и что в целом из себя это представляет. Также покажу вам два дополнительных датчика, которые я приобрел вместе с этой услугой. Один из них это камера. В конце видео я продемонстрирую ее качество работы. Так, начнем мы с комплекта. Его я уже немножко распаковал, посмотрел, чтобы знать, что можно вам сегодня рассказать. Так, в этой коробке находится сам контроллер, который подключается к модему и к нему подключается Zigbee адаптер, через который работают все датчики. Так, это вот такая вот коробочка. Белтелеком, три порта, USB порт для Zigbee протокола и питание. Сам блок питания 12 вольт, полтора ампера. Внутри еще идет сетевой патчкорд, я его уже вынял. Дальше у нас идет стандартный набор датчиков. Датчик дыма, потолочное крепление в случае, если у вас подвесной потолок. И второй вариант крепления в случае, если его вам куда-то надо прикрутить. И также в комплекте каждому датчику идет батарейка SR12. Чуть позже я покажу, что она из себя представляет. Дальше датчик движения. В комплекте у него также идет магнитное крепление. Он вот так вот держится и довольно крепко, не падает. В комплекте идет два самореза плюс дюбели для крепления каким-нибудь предметом. Потом идет датчик открытия-закрытия двери. Он достаточно простой. Внутри также идут дюбели с саморезами для крепления. И несколько саморезов видено, чтобы прикреплять ее к другим местам. Вот здесь вот у него есть площадки, которые нужно снять и потом прикрутить к какому-нибудь предмету. Как-то вот так. И наверх надевается датчик. И, собственно, сердце всей этой техники, Zigbee, он подключается к этому роутеру. И через него все датчики сообщаются между собой. Также в комплекте идет набор бумаг, свидетельства, паспорта разные. Одна из бумажек довольно важная для того, чтобы настроить эту систему. Она вот с такой вот серебряной бумажкой. На ней указаны все данные для подключения устройства к роутеру. Их достаточно ввести один раз. Дальше они вам больше не потребуются. Два других датчика, которые я приобрел. Это сигнализация. Очень громкая, но с небольшим недостатком. Для ее подключения требуется прямое питание 220 вольт. Здесь вот есть такая колодочка. Вставляется два шнура по краям в центр заземления. И зажимается с помощью вот этих маленьких колодочек. И сама камера. Камера компании HikeVision. Я ее подключил заранее. Так как она немножко долго включается. Где-то минуты-полторы. Чтобы сэкономить время. Здесь есть кнопка VPS для беспроводного подключения. Флеш-карта. Камера, чтобы записывать на нее видео, пока камера не подключена к интернету. Место для крепления площадки. Сейчас я вам ее покажу. Камера снимает в качестве 720 точек. Умеет вращаться по кругу. Здесь где-то примерно градусов 90. И по кругу 350 градусов. То есть можно все осматривать. Также у нее есть микрофон для аудиозаписи. И аудиогнездо для подключения колонок. Для чего сюда можно подключить колонки. В программе есть функция интеркома. То есть подключившись к камере через программу, вы сможете в этой колонке что-то диктовать. Или кому-то. Так, в комплекте с камерой вот в такой коробочке. Также идет блок питания. Вот такая наклейка для разметки. Очень удобно. И само крепление. То есть к потолку или еще к чему-то. Вот так вот крепится. И на нее вешается камера. Как-то вот так. Назад уже не так хочет. Так, также в комплекте опять же дубели с саморезами. Ну и вроде все. Все, больше ничего. Так. Сейчас покажу, как это все подключается. Сейчас выключим блок питания. Здесь есть разметка. WAN, LAN1, LAN2. WAN-порт подключается к модему либо к любому другому источнику интернета. Вот для этого у меня есть провод. Подключили. Сейчас роутер загрузится. В LAN1 я подключу свой компьютер, с которого будут демонстрировать настройки. А в LAN2 я подключу непосредственно саму камеру. Так, вот. Роутер загрузился. Интернет, Wi-Fi. Кстати, он неплохо работает в режиме роутера. То есть, дополнительный радиус для Wi-Fi. Так. Собственно, теперь про само приложение. Сейчас мы его запустим. Так. Это эмулятор для общего удобства. Вот. Это главное меню самого приложения. Здесь есть быстрый доступ для получения к определенным датчикам. Система безопасности позволяет быстро переключаться на определенные режимы. То есть, дома, не дома, сон. Настроить их можно с помощью этой стрелочки. Так. Что-то нехорошо. Сейчас разберемся. А, да. Вот и ошибочная моя. Забыл подключить Zigbee. Без него эта система не работает совсем. Мы его подключили. Вот он загорелся зеленой лампочкой. И переходим в настройки. Вот, например, режим безопасности не дома. Нажимаем стрелочку. Загружается протокол. И здесь можно выбрать для каждого датчика, что он будет делать и как себя вести при срабатывании. То есть, вот, например, для не дома будет срабатывать датчик открытия двери, датчик движения и датчик дыма. Информация о их сработке будет присылаться на электронное письмо, на электронную почту и на смс-ку, на ваш телефон, который вы укажете при заключении договора. Вот, да. В меню устройства список всех ваших устройств. Вы можете просмотреть их состояние, кликнув по ним. То есть, вот, статус закрыто. Вот, видите, датчики закрыты. И было написано статус закрыто. Сейчас мы их размыкаем. Смотрим статус. Открыто. В сообщениях будут писаться все ваши уведомления. Здесь о том, что услуга оплачена, не оплачена. Здесь сигналы, что статус IP-камера она онлайн. Датчик движения зафиксировал движение. То, что я здесь вот машу руками. Вот, видите, снова пошевелил руками и датчик сработал. Так, перейдем в главное меню. Нет, все-таки устройство. Сейчас покажу, как настроить датчики на примере датчика открытия двери. Сейчас мы его удалим. Вот так. Удалено. Ну, видимо, это какая-то проблема, связанная с эмулятором. Повторно открываем. На телефоне таких вылетов у меня не было, так что все работало нормально. Заходим в устройство. Датчик наш удален. Чтобы его подключить, вот здесь снимается крепежная планка. Вот так выглядит батарейка SR12. Держат они долго. Система у меня примерно с июня. И работает она вот до сих пор. В бумагах написано, что умный дом вас предупредит о том, что батарейка садится. Ну, я это пока еще не увидел. Так вот. Когда вы установили батарейку, нажимаете четыре раза на эту кнопку. И откладываете датчик. Потом переходите вот в меню устройства. Здесь сверху через примерно минуту появится красная строчка напротив «Добавить устройство». Нажали. Увидели датчик открытия двери. Добавить. Здесь вы его можете обозвать как угодно. Потом выбираете помещение. Это необходимо обязательно. У меня уже создано помещение «Зал». Вы можете создать его сразу для этого датчика. То есть можно будет указать, например, что этот датчик установлен у вас на кухне, либо в комнате, в гараже, или еще где-то. Окей. Окей. Устройство добавляется. Все. Выполнено. Возвращаемся назад. И вот наш датчик. У вас открытие двери, как я сократил. Все окей. Так. Теперь перейдем к камере. Из-за того, что эта камера... Да. Все же немножко не получится мне продемонстрировать вам работу камеры. Опять же, из-за того, что это всего лишь эмулятор. Я вам чуть позже, в конце видео, приложу другую запись прямо с телефона. Так. Что еще позволяет этот интерфейс программы? В настройках можно выбрать администратора этого приложения. И также добавить членов семьи, к которым будут приходить уведомления, к которым будет свойственный пароль и так далее. Также, создав участника, эти два участника смогут между собой переписываться. Ну, аналог вайбера, чата, только более закрытый вариант. Дальше. Системные настройки. СМС-уведомления. СМС-уведомления по электронной почте. То есть, все это можно настроить. И язык программы. Выбор немножко небольшой. Так. Вот. Также, кликнув по сетевому соединению, вы получаете доступ к меню. Здесь видно, сколько проработало устройство само по себе. Также, посмотрите, устройства в данный момент подключенные к роутеру через протокол и через порты. Можно настроить Wi-Fi. То есть, опять же, режим роутера, про который я вам говорил ранее, можно настроить здесь. Посмотреть и настроить сигналы. Если честно, разницы между слабой и мощной я не заметил никакой. Режим сон отключает свой практически на нет работу Wi-Fi. И работает только зигбопередатчик. Родительский контроль, помогающий настроить управление, ограничив тем самым функции других учетных записей. И гостевая сеть. То есть, пришли к вам гости, и вы можете для них сделать на 4 часа, на день, навсегда, с паролем или без, сеть Wi-Fi. Очень удобно, кстати. Так, ну, здесь, в общем-то, все. Стандартный, если о цене, стандартный комплект стоит 52 тысячи белорусских рублей. То есть, 5 рублей 20 копеек на новой цене. Камера дополнительно обошлась в 20 тысяч. То есть, в месяц вам придется заплатить за стандартный комплект плюс камера 72 тысячи. Также у телекома есть дополнительные датчики в виде вот таких датчиков открытия и закрытия дверей, дополнительных датчиков дыма, движения. Также есть датчики, которые не вошли в это видео. Это умная розетка и датчик затопления. Датчик затопления представляет из себя вот такой вот подобный датчик, только внизу будет 3 металлических контакта, которые при соприкосновении с водой закоротнут и передадут сигнал на ваш телефон о том, что датчик нашел воду. Умная розетка позволяет удаленно контролировать, сколько ватт потребляют в данный момент подключенные к ней устройства, выключить ее удаленно, включить ее удаленно. В общем-то, на этом весь ее и есть функционал. Всего датчиков к одному Zigbee протоколу можно подключить 21 штуку. Но техники мне сказали, что можно при желании это подключить и больше. Но я сомневаюсь, что кто-то захочет подключить больше, чем 21 датчик. Так, и сейчас я вам в конце видео включу видео с камеры. Посмотрите, как она выглядит. У камеры есть ночной режим съемки. Снимает она здорово. И для ее работы, то есть для трансляции в режиме реального времени необходимо минимум 3 мегабита скорости. То есть особо с 3G не посидеть. Трафик будет быстро уходить. Так, на этом все. Спасибо, что смотрели. И сейчас видео с камеры. Вот это вторая часть видео, в которой я вам покажу камеру, как она работает, ее интерфейс. И расскажу про сценарий, про который забыл уточнить еще в предыдущей части видео. Итак, вот главное меню. Здесь есть быстрый доступ к камере. Подключаемся. И вот, собственно, наше изображение. Итак, на самом видеоплеере есть клавиша остановки видеопотока, отключение звука, выбора качества изображения. SD это 640 на 480 квадратное. И HD это 1280 на 720. И справа, в самом углу, иконка расширения на весь экран. Внизу первая кнопка это интерком. Я уже видео уточнял, что можно на камере подключить колонки и через эти колонки передавать свой голос. Дальше скриншот. То есть можно сделать скриншот видео, и он сохранится в папочке вверху. Запись с экрана. Это то же самое, что и скриншот, только это видео. И оно, опять же, сохраняется в папке сверху. Автозапись. Это беспрерывная запись камеры. Но это съест у вас очень много свободного места. И корректировка направления. Это управление движением камеры. Я в начале видео уточнял, что камера может поворачиваться на 350 градусов. На 350 я ее вращать не буду. Но можете видеть, что я ее повернул уже влево. Сейчас она повернется вправо. Да, есть небольшая задержка, но, надеюсь, это скоро исправят. Центральная кнопка заставляет вращаться камеру по кругу. Беспрерывно, пока вы снова не нажмете на эту кнопку. Также у камеры есть ночной режим съемки. Сейчас я вам его продемонстрирую. Так, приостановим видео. Выключим свет. И включаем камеру. Так, камера включилась. И видим изображение моей клавиатуры. Можем немножко приподнять камеру. Качество ночной съемки очень хорошее. И мне оно нравится. Вот. В общем, по камере все. Единственное, но в интерфейсе можно выбрать, куда сохранять сделанные вами видео, скриншоты. И все это делается в настройках камеры. Опять же, из этого же меню. Вверху, нажав на папочку, можно нажать снова на шестеренку, в которой будут все эти настройки. Также вторая вещь, про которую я забыл вам рассказать, это сценарии. Сценарии. Сценарии это, вот я уже один создал, это задача. То есть, можно настроить, что при определенном срабатывании датчика будет выполняться какое-то действие за счет других датчиков. Например, при открытии двери у меня сработает камера, которая сделает скриншот видео. И, сделав этот скриншот, она пришла к мне сообщение, и смс-сообщение. Давайте попробуем, я положу площадку крепления на клавиатуру и открою двери. Дверь закрыта. Дверь открыта. Сценарий, когда камера запущена. Сейчас мне должно прийти сообщение. Вот, к нам пришло ваш уведомление от программы. И непосредственно само сообщение. Так же должен был быть сделан скриншот. Давайте мы зайдем на нашу камеру. открываем папочку. Облачное хранилище. И, да, вот он наш скриншот. Я только что на клавиатуру положил диск. Вот, вот он. То есть, вот такой приятный сценарий. Можно настроить, что у вас сработает сигнализация. Можно настроить, что при срабатывании датчика движения... Вот так вот он... Давайте я при вас создам новый. Это делается с помощью... Внизу дополнительной клавиши. Добавить сценарий. Здесь вводится название сценария. Условия запуска. Вы выбираете, что должно сработать. То есть, датчик движения, открытие двери, датчик дыма. Либо это будет плановое включение. Выбираете, что это будет датчик движения. Сохранить. Сохранить. И выбрать задачу, которая будет сделана. То есть, это можно поставить, что IP-камера начнет запись. Или сделает скриншот. Сохранить. Можно добавить вторую задачу. Все это делается за счет дополнительных датчиков. Давайте мы здесь простым скриншотом обойдемся. Сохранить. Сохранить. И настроить, куда придет сообщение. Сохраняем. Окей. Так, сейчас я дотянусь до датчика. И должно сработать уведомление. Вот. Видите, сработал датчик. И сработало уведомление. Пришло непосредственно само сообщение. Вот. То есть, все это прекрасно работает. Все это настраивается. А за счет разнообразия датчиков можно настроить целые комбинации всевозможных сценариев. Вот. На этом все. Интересующие вас вопросы пишите в комментариях. Основные ссылки я под кат видео закину. И удачи и приятного пользования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!